Заключительный этап голосования по референдумам о вхождении в состав России стартовал сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Там жители голосуют уже пятый день. Не остались в стороне и жители освобожденных территорий, которые сейчас проживают в регионах России. Они также принимают участие в референдуме. Для этого во всех субъектах страны были организованы избирательные участки для голосования. Сегодня в 8 утра они открылись и на Чукотке. Сегодня в 8 утра на Чукотке открылись 4 избирательных участка. На них можно проголосовать по референдумам о вхождении в состав Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик. Сделать это могут находящиеся в округе жители освобожденных территорий. Многие из них уже досрочно проголосовали вне избирательных участков. С 23 по 26 сентября члены избирательной комиссии по заявке выезжали на место работы или на дом, желающих принять участие в референдуме. Сегодня финальный день пятидневного референдума о присоединении новых территорий к России. Голосование на Чукотке проходит в штатном режиме. Здесь, в самом отдаленном регионе России, находится небольшое число жителей освобожденных территорий. Поэтому процесс голосования идет спокойно и размеренно, чтобы каждый имел возможность сделать свой выбор. До этого у нас была выездная все эти дни. И основная масса, как бы люди очень ответственны, как-то очень дружно все и звонили, интересовались и приглашали к себе активно. Мы выезжали на выезда, люди голосовали. Обычные выборы у нас, когда наши российские проходят, то у нас выездные только по определенным категориям граждан. А здесь мы выезжаем ко всем. В окружной столице избирательный участок организовали на базе Дома народного творчества. Такие же избирательные участки открылись сегодня в Игвикиноте, Белибино и Певеке. Голосование по референдумам на Чукотке было организовано только в тех населенных пунктах региона, где живут и работают граждане, зарегистрированные на освобожденных территориях. В основном это жители Донецкой и Луганской народных республик. Граждане Херсонской и Запорожской областей на территории Чукотки не зарегистрированы. У нас разные комиссии. Естественно, комиссия выезжает. Если это Донецкая народная республика, то это работает комиссия, приезжает гражданам и собирает голос только у граждан Донецкой народной республики. Если это Луганская народная республика, то, естественно, работает комиссия и едет только к ним. Отдельно урна, все отдельно, списки, все отдельно. Избирательные участки в регионе закрылись в 16 часов. Члены избирательных комиссий приступили к обработке и подсчету голосов. После этого результаты голосования на Чукотке будут переданы в избирательные комиссии ДНР и ЛНР, где уже и подведут окончательные итоги.